В этой лекции мы ознакомимся с тем, как с помощью компьютера быстро и просто создавать в электронном документе сноски, оглавления, именные указатели и гиперссылки. Компьютер дает нам возможность очень легко связывать разные части текста воедино. Это позволяет нам экономить время. Ведь вам уже не придется пересматривать весь документ в поисках какого-то имени или мысли. Компьютер сделает все это за вас за считанные секунды. Раньше в научной литературе часто использовались концевые сноски, то есть в конце книги. Это было довольно неудобно. Каждую минуту книгу надо было перелистывать, чтобы добраться до сноски. Еще сложнее обстояло дело, когда книга ссылалась на другую книгу, за которой специально надо было идти в библиотеку. Появление электронного текста позволило избежать многих трудностей такого рода. Например, сейчас при чтении электронного документа достаточно подвести курсор к значку сноски, чтобы ее текст появился перед глазами. Более того, зачастую одним щелчком мыши можно получить полный текст книги, упомянутой автором. Систему отсылок к одной части текста, к другой или к другому тексту мы будем называть системой референции. Чаще всего применяются следующие элементы референции – сноски, оглавления, именные указатели и гиперссылки. При наличии добавочной информации о безлагаемом предмете автор может воспользоваться сноской, что позволит не нарушать гладкости потока изложения в самом тексте. Это могут быть дополнительные замечания, объяснения, рассуждения, которые называются примечаниями. Также сноски используются, когда следует указать библиографические данные об источнике сведений, использованных в работе. В основном тексте эта чисто техническая информация была бы совершенно неуместна. Сноски бывают подстрочные и концевые. Текст подстрочной сноски помещается внизу страницы, к которой она относится, на специальном поле, отделенной чертой от основного текста. Именно подстрочные сноски чаще всего используются студентами семинарий и христианских университетов. В рамках данного курса мы тоже рекомендуем использовать именно подстрочные сноски. Концевые сноски помещают в конце раздела или в конце всей работы. В последнее время их реже используют, так как подстрочные сноски имеют целый ряд преимуществ. Теперь поговорим об оглавлении. Как мы уже знаем, оно помещается в начале работы. Оглавление содержит список всех разделов работы с указанием страниц, на которых данные разделы начинаются. С помощью компьютерной программы оглавление создается быстро и удобно. Для подготовки создания системы оглавления надо выделить абзацы, содержащие название разделов, стилями специально для этого предназначенными. Например, в Microsoft Word есть несколько встроенных стилей под названием заголовок. В процессе создания заголовков стоит обратить внимание на такой элемент стиля, как нумерация. При введении этого элемента в начале каждого заголовка появится его порядковый номер. Аналогично можно задать появление там же необходимого символа или слова. При необходимости можно настроить программу так, чтобы в каждом абзаце с названием заголовок 1 было написано слово «часть» или «стоял номер». Таким образом, все части у вас будут заглавлены и пронумерованы автоматически. Обычно в работах есть определенная иерархия деления. Например, самые большие элементы называются частями. Части состоят из меньших элементов глав, а главы в свою очередь делятся на подразделы. Эта иерархия должна отображаться и в иерархии стилей. Например, часть будет отражаться стилем первого уровня, заголовок 1, глава стилем второго уровня, то есть заголовок 2, подраздел стилем третьего уровня, заголовок 3. Уровень стиля указывается при его создании и учитывается при автоматическом создании оглавления. Важным элементом референции являются именные указатели, которые представляют собой списки ключевых слов с указанием страницы, где они встречаются. Они часто используются в книгах, но довольно редко в исследовательских работах. Дело в том, что в электронном виде очень легко организовать поиск заданного слова средствами самих компьютерных программ. Обычно для этого достаточно нажать сочетание клавиш Ctrl плюс F, а затем ввести в появившемся окне необходимое искомое слово, и программа быстро обнаружит и покажет каждый абзац, где это слово в документе встречается. Что касается гиперссылок, то они являются уникальным средством электронного текста, который не может быть сохранен при печати. Пользователи интернета знают, что щелкая на специально помеченном фрагменте текста или картинке, можно сразу попасть на другую страничку. Однако гиперссылки можно вставлять в обычную студенческую работу. Причем ссылаться можно не только на страницу интернета, задавая ее адрес, но и на какую-либо часть самой работы, на другие файлы в компьютере и даже на электронные письма. Для этого достаточно выделить часть текста, щелкнуть правой кнопкой мыши и в контекстном меню выбрать гиперссылку. Если вы хотите, чтобы переход происходил внутри одного документа, то следует заранее поставить закладку или якорь в том месте, куда вы хотите перенаправить читателя. Многие авторы пользуются гиперссылками на черновой стадии исследования, чтобы легко переходить от одной части работы к другой или к внешним источникам. К сожалению, если работа должна предстать в печатном виде, гиперссылки придется убрать. Впрочем, можно сохранить версию гиперссылками для публикации в интернете. Таким образом, из данной лекции мы узнали об элементах референции, определили их основное предназначение, а также научились создавать их в электронной версии нашей письменной работы. Продолжение следует...